Да, в этот замечательный февральский день мы будем рассказывать о январских новинках. Но так случилось, что нам пришлось перенести этот вебинар. Хорошо, что мы его не отменили, а только перенесли, поэтому вот это удовольствие, которого я вас лишила в январе, вот сейчас я в этот замечательный день влюблена, готова вам рассказать. Вы знаете, небольшое отступление. Я видела, что вы зажгли огоньки, так что предполагаю, что меня хорошо видно и слышно. Небольшое отступление сделаю. Буквально вчера была на джазовом концерте, и ведущая, начиная этот концерт, сказала, здравствуйте, красивые мои. Вот чтобы вы поняли, как я отношусь к этим встречам, к этим вебинарам, которые веду для вас, вот мне хочется сказать так же. Здравствуйте, мои красивые, мои интеллектуалы, мои самые умнейшие люди, те, кто влюблены в книгу и в свою работу, так же, как и я. И, наверное, вот свой фан-клуб так и буду теперь приветствовать, так что вам очень повезло. Сейчас мы начинаем вебинар по новинкам издательства. Январь был коротким месяцем, но мы подготовились, правда, не смогли его провести. Я расскажу вам, какие книги мы успели сделать в январе. Очень интересные области охватили. Нас поглотило направление строительства, и сейчас я вам покажу и расскажу. Значит, не только строительство, конечно, мы коснулись экономики, педагогики, истории, делопроизводства, химии, биологии чуть-чуть, но, конечно, вот основным полом стало строительство. И сейчас я вам подробно расскажу про книги, которые у нас получились в январе. Начнем традиционно с самых сложных дисциплин направлений, с экономики. Здесь вышла книга «Монография. Механизм формирования конъюнктуры молодежного сегмента рынка труда. Региональный аспект». В этом исследовании сформулированы основные выводы в области теории, методологии и практики формирования конъюнктуры молодежного сегмента рынка труда. Предложена методика оценки результативности деятельности органов службы занятости населения по трудоустройству молодежи. Издание это предназначено для научных и практических работников, преподавателей, аспирантов и студентов, чья работа будет связана с экономикой труда, региональной экономикой, государственным регулированием рынка труда. Вот такая книга. Причем, обращу ваше внимание, ее многие ожидали еще только увидев наш анонс. И когда она появилась уже на наших ресурсах для скачивания, для покупки, для включения в электронно-библиотечные системы, она не прошла незамеченной. Следующая область – это строительство, о которой я немного уже сказала. «Безопасная эксплуатация машин и механизмов при производстве строительно-монтажных работ». Это учебное пособие, которое поможет обеспечить максимально безопасную эксплуатацию строительных машин и механизмов при различных способах и приемах производства строительно-монтажных работ. Книга – это для СПО. Собственно, она ориентирована, вы видите, по специальному оформлению для среднего профессионального образования. Причем полезна она будет студентам, обучающимся по специальности «Рациональное использование природоохозяйственных комплексов, природоохранное обустройство территорий, лесное и лесопарковое хозяйство, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ, строительство и эксплуатация зданий и сооружений». В общем, такой большой перечень специальностей, для которых это учебное пособие предназначено. Следующая книга тоже из области строительства. «Устройство монолитных железобетонных фундаментов стаканного типа». Это учебное пособие адресовано студентам, обучающимся по направлению строительства и эксплуатации зданий и сооружений и строительства для всех форм обучения. Основная цель этого издания – закрепить знания по курсу «Технологические процессы в строительстве» и по курсу «Основы технологии возведения зданий и сооружений» и развить у студентов навыки самостоятельной творческой работы и инженерного подхода к решению конкретных технических задач. Следующая книга тоже у нас из области строительства. Это учебник «Строительство, ремонт, реконструкция сооружений в водохозяйственных системах». Этот учебник, наряду с уже известными строительными и ремонтными технологиями, содержит и новые, которые в будущем могут стать основой для создания прорывных технологических решений в водохозяйственном строительстве. Автор этой книги надеется, что студенты колледжа очной и заочной форм обучения по программе «Природоохранное обустройство территорий», изучая приведенный материал, проявят интерес к науке и станут в будущем не ремесленниками в ней, а творцами, которые способны создавать новое. Материалы в этом издании могут заинтересовать и инженерно-технических работников природоохранного и водохозяйственного комплексов. Вот такой объемный материал. Следующее издание уже распространяется и на «Машиностроение». «Планирование и организация работы структурного подразделения». Это практикум. В современных условиях научно-технический прогресс, интенсификация производства немыслимы без совершенствования на научной основе организации производства и управления, постоянного приведения ее в соответствие с развивающейся материально-технической базой. Представленные в этом практике материалы направлены именно на решение этой проблемы и реализацию требований к компетенциям, знаниям и навыкам, обусловленным подготовкой специалистов по направлению подготовки технологии машиностроения. Методики и примеры расчета показателей разных уровней организации, представленные в этом практикуме, помогут в проведении практических занятий и самостоятельной работы студентов среднего профессионального образования очной и заочной формы обучения при изучении междисциплинарного комплекса, планирования и организации работ структурного подразделения. Переходим к следующей области. Мы затронули химию. Химия биологически активных веществ, природные и синтетические антиоксиданты. Это учебник, вышедший в нашем издательстве в январе. В нем рассмотрены основные принципы и биохимические механизмы протекания свободно-радикальных процессов в живых организмах, в организмах функционирования живой клетки в условиях аэробного метаболизма, защиты клетки от окислительного стресса. В каждой главе этого учебника имеются схемы и иллюстрации, которые облегчают понимание биохимических и молекулярных механизмов изучаемых процессов. Адресован этот учебник обучающимся по биологическим и химическим специальностям, а также книга будет, безусловно, полезна учителям биологии и химии средней школы, преподавателям вузов, аспирантам и магистрантам. Следующая книга – «Социобиология. Конспект лекций». Эта книга адресуется студентам-биологам, магистрам и аспирантам, чья профессиональная деятельность будет связана с социобиологией. Конспект лекций, вошедшего в издание, определяет ее основные понятия, методы и задачи, рассматривает направление социобиологии и показывает ее взаимосвязь с другими науками. Если я не ошибаюсь, эта книга уже претерпевает не первое издание, она довольно востребована, и мы рады были выпустить еще одно издание в текущем году. Следующая область наших интересов в январе – это делопроизводство. Мы выпустили учебное пособие «Информационные ресурсы кадровой службы». Учебное пособие предназначено для подготовки студентов среднего профессионального образования и бакалавриата, обучающихся по направлению «История и археология». Издание ознакомит с основной терминологией курса нормативно-правовыми и методическими документами, регламентирующими кадровое делопроизводство, составом информационных ресурсов, которые используются в деятельности кадровых служб. Переходим к следующему направлению. Это «Журналистика. Социология журналистики. Учебное пособие, вышедшее в январе». Оно подготовлено на кафедре журналистики Московского гуманитарного университета и предназначено для студентов, обучающихся по направлениям журналистика, бакалавриата и магистратуры, рекламы и связи с общественностью, социология. В книге рассмотрены различные аспекты применения социологических методик и методов журналистской деятельности, раскрываются технологии теоретико-практического взаимодействия социологии и журналистики, описываются слагаемые творческой лабораторией журналиста-социолога. «Педагогика» – тоже полкниг, которые мы постоянно пополняем. Педагогические направления у нас есть в каждом месяце. Вы, наверное, те, кто постоянно присутствует на этих вебинарах, заметили, что мы педагогику никогда не обходим стороной. И в январе выпустили учебное пособие «Инновационные технологии в науке и профессиональном образовании». В этом учебном пособии раскрыты основы инновационного обучения в современной педагогике, организационные особенности инновационного педагогического процесса, роль инноваций в науке, основы современной технологии обучения, инновационные методы и формы активизации познавательной деятельности учащихся, «Современные инновационные технологии в профессиональном образовании». Пособие это адресуется будущим специалистам и практическим работникам в сфере профессионально-педагогического образования. Вообще сейчас такое время, когда, мне кажется, можно ежемесячно выпускать книгу по инновационным технологиям, потому что развитие и новые разработки, новые способы обучения контроля, они идут такими семимильными шагами в развитии, что действительно это очень благодатная почва, и можно выпускать книги хоть каждый месяц, и обязательно будет что-то новое. Еще одна книга по инновационным образовательным технологиям – это учебник. Что можно сказать о нем? Авторы этого учебника акцентируют внимание на описание возможностей внедрения инновационных процессов в современную систему вузовского образования. Учебник этот будет полезен студентам высших учебных заведений, обучающимся по гуманитарным направлениям. Даже описать все инновационные образовательные технологии просто в рамках вебинара, на мой взгляд, совершенно невозможно. Это нужно открывать и читать. Еще одна книга по педагогике. Актуальные вопросы педагогики и психологии в современном мире. Проблемы и инновации. В это издание вошли материалы Московской международной научно-практической конференции, посвященные актуальным вопросам поиска и внедрения наиболее эффективных инновационных форм и методов работы с детьми и подростками. Немаловажно то, что авторы статей сборника не оставили без внимания проблемы социализации детей с ОВЗ. Среди участников конференции были и ученые, и преподаватели вузов, учителя, студенты, практические работники. Вы знаете о том, что материалы подобных сборников мы печатаем регулярно и с удовольствием, потому что именно на таких мероприятиях, на конференциях поднимаются наиболее актуальные и важные вопросы, которые выливаются сначала в статьи, а потом расширяются и получается направление, целое направление для исследования, для публикаций и для различного рода деятельности. Следующая книга тоже в рамках педагогики «Отражение проблемы межэтнической толерантности студенческой молодежи в российском и англоязычном медиаобразовании постсоветского периода. 92-2020 годы». Это монография наших постоянных авторов. Вообще удивительно, мы сотрудничаем, допустим, с Ириной Викториновной Челышевой уже, наверное, около 10 лет, и вот такое сотрудничество, плодотворное, успешное, это большая редкость, и мы им очень гордимся. Но не буду отвлекаться, вернемся к изданию монография. Особую актуальность проблема развития межэтнической толерантности приобретает в системе высшего образования, так как от активной социальной позиции студентов и их стремления к построению конструктивных взаимоотношений в поликультурном обществе во многом будет зависеть, как в дальнейшем будут складываться взаимодействия с преподавателями разных народностей. Вот в этом издании предпринята попытка осуществить анализ социокультурных теоретических основ, педагогических условий и механизмов, которые определяют сущность и перспективы изучения теоретических и практических аспектов развития межэтнической толерантности студенческой молодежи с точки зрения определения основных направлений, форм и методов использования потенциала медиаобразования в решении данной социально значимой проблемы. Это исследование, безусловно, заинтересует преподавателей высшей школы, должно заинтересовать, потому что сейчас эта проблема не только остро, остро она никогда не стояла, но об этом нужно знать, это нужно уметь и не только преподавателям высшей школы, но и студентам, аспирантам, молодым исследователям и вообще, в принципе, для широкому кругу читателей, которые интересуются проблемами высшего профессионального образования. Вообще эту проблему уже пора выводить из списка проблем и воспринимать это как стандартную работу, не имеющую проблематики. Следующая книга тоже из области педагогики. «Инновационная деятельность педагога в условиях реализации образовательных и профессиональных стандартов». Мы традиционно публикуем с нашими партнерами новое поколение материала всероссийских научно-практических конференций. Это очередной сборник, который касается конференции, закончившейся 31 декабря 2021 года. То есть вот самое свежее. Авторы статей, вошедших в этот сборник, ищут способы решения приоритетных задач образования и воспитания подрастающего поколения, особо остро стоящих перед российским обществом в последнее время. Спектр рассматриваемых задач довольно широк. От эффективных форм и методов работы с детьми, в том числе с особенностями СОВЗ, до применения инновационных технологий в профессиональном образовании. То есть здесь абсолютно полный охват. Вообще на всероссийских научно-практических конференциях этот охват стараются поддерживать. И спектр проблематики, обсуждаемой в рамках таких конференций, он очень и очень широк. Следующий тоже сборник статей, основанный на Международной заочно-студенческой научно-практической конференции «Профессионально-педагогическое образование. Состояние и перспективы». Сборник статей по материалам пятой Международной заочно-студенческой научно-практической конференции. Не просто так январь полон вот такими материалами. Это логично. Подошел к концу календарный год довольно насыщенный. И вот такие результаты он принес. В рамках педагогики это большое достижение, когда мы можем подвести итог календарного года наличием таких сборников, педагогических сборников по материалам различных конференций. Что касается данного сборника, то в это издание вошли материалы осенней конференции. В выступлениях были отражены результаты исследований актуальных проблем профессионального и общего образования, рассмотрены возможности применения инновационных технологий в образовательном процессе. В общем, все то, о чем я говорила раньше, главенство инновационных технологий сейчас идет просто красной нитью во всех педагогических изданиях. Перейдем к следующей области. Это история и эта книга, которую мы очень давно ждали и очень рады ее анонсировать. «Настоящая история смуты. Русская столетняя война середины XVI-XVII веков». Дмитрий Александрович Левчик, наш, можно сказать, уже постоянный автор, удивительно интересный человек. В прошлом году мне посчастливилось провести с ним совершенно потрясающий вебинар. такого интеллектуального наполнения, такой вот точки кипения я не видела давно. Это настоящее удовольствие было провести этот вебинар. Вот что касается книги, которую вы видите, да, мы ее отнесли к истории, но Дмитрий Александрович, он пишет, конечно, об обществе. И вот в этой книге по истории смутного времени, кстати, Дмитрий Александрович у нас политолог, доктор исторических наук, то есть не просто так, он рассуждает о самом загадочном времени в жизни нашей страны, смуте начала XVII века, ставшей величайшей сменой декораций в спектакле, именуемом «Российская история». Работа эта основывается на анализе широкого круга исторических источников и литературы. Ну вот, приоткрою завесу тайны, вот чтобы вы понимали, какого уровня эта книга. Авторы этой книги с доказательствами показывают, что вот вся эта цепочка, череда, очередь, не знаю, как назвать правильно, во всех этих словах есть смысл, «Лжедмитриев», оказывается, вот каждый из этих персонажей, он имел право на престол. Вот просто приоткрывая вам завесу тайны, о чем эта книга. Ну, в общем, совершенно потрясающее исследование, совершенно потрясающая доказательная база, и есть повод для дискуссий, есть повод для обсуждений, и я очень надеюсь, что в этом году нам удастся обсудить и эту книгу, потому что площадка, материалы там довольно благодатные. Следующее. Обратите внимание, в общем, еще раз, настоящая история смуты. Мне прям хочется, чтобы вы запомнили эту книгу, потому что я надеюсь, что мы ее обязательно еще обсудим, и это того стоит. Следующая книга тоже из области истории. Более того, она входит в нашу линейку серии «Неизвестные народы. Этническая история Юкагиров с древнейших времен до XX века». Эта книга состоит из двух частей. Вот «Январь» ознаменован тем, что вышла первая часть. В ней, в этой книге, мы предлагаем вашему вниманию посмотреть на то, как была предпринята попытка решить один из особо актуальных вопросов наших дней. Речь идет о проблеме энтогенеза юкагиров. В настоящее время юкагирский народ находится в сложной этнической ситуации. Решение данной проблемы может помочь в сохранении и развитии национального самосознания представителей юкагирского этноса. Эта книга – это коллективная монография. Здесь приведен обзор этнической истории юкагиров. Систематизированы существующие научные, научно-популярные теории по изучению исторического прошлого этого древнейшего народа с северо-востока России. Исследования адресуются этнографам, историкам, филологам, культурологам, краеведам и всем интересующимся данной тематикой. Мне кажется, что нет ничего зазорного в том, что некоторые из нас сегодня услышали об этом народе впервые. Таких людей очень много. Вот наша серия, наша линейка книг о неизвестных народах, она призвана именно к тому, чтобы показать, что есть вокруг нас, кто есть вокруг нас и в каком это состоянии сейчас. Кто-то еще существует, кого-то уже нет и никогда не вернуть. В общем, интереснейшая линейка, обратите на нее внимание. Следующая книга, тоже долгожданное издание, украинско-российские взаимоотношения в 17-24 годах прошлого века. Обрушение старого и обретение нового. Краткий историко-историографический очерк в двух томах. Автор этой двухтомной саги, не побоюсь этого слова, доктор исторических наук, профессор, член-корреспондент Национальной Академии Наук Украины Валерий Федорович Солдатенко, по праву считается историком Украины и России. Используя доступный фактологический, документальный и историографический материал, анализируя и обобщая его на основе современной научной методологии, автор детально прослеживает все сколько-нибудь значимые события 1917-1924 годов, способные пролить свет на то, как складывались тогдашние межнациональные отношения на переломном историческом рубеже, в котором лежат и многие современные проблемы. Вообще удивительно, что историки, социологи, политологи и со стороны Украины, и со стороны России ищут, находят вот эти вот драгоценные факты наших замечательных взаимоотношений, взаимоотношений между Россией и Украиной, и на этой основе совершенно непонятно все, что сейчас происходит вокруг наших стран. Мы не должны и не можем быть в тех отношениях, которые нам приписывают. И вот эти вот исследования, в том числе и те, которые мы публикуем, они только поддерживают это убеждение. Что еще могу сказать об этих книгах? Здесь демонстрируется, как разрушалась единая централизованная целость, когда всеобщим идеалом и перспективой стал лозунг децентрализации национального самоопределения. Этого касается больше первого тома. Во втором томе раскрываются сущности результаты объединительного движения за создание Союза Советских Социалистических Республик. Дается оценка этого исторического феномена. Книги предназначены для широкого круга, читателей, всем тем, кто интересуется отечественной историей. Вот, в общем, на этом я бы хотела закончить новинки января. Все книги получились масштабными. И материалы конференции, и вот такие вот глубокие исследования исторические. И я уверена, что мы сможем вас удивить еще и в феврале. В феврале уже, хотя прошла только половина, уже богат на книжные события, книжные новинки. Обращаю ваше внимание, что мы пополняем не только книжный пул, но и аудио. Сейчас это волна. Мы очень рады, что и мы на этой волне, на этой аудиоволне, когда получаются классные вещи в аудиоформате. Это значит, что мы бы хотели, чтобы все категории населения, кто-то читает бумагу, кто-то читает электронные книги, кто-то слушает, но все категории населения были обеспечены хорошей интеллектуальной литературой. Все новинки наши книжные мы размещаем на наших сайтах, на издательском, в наших соцсетях даем анонсы. Это Инстаграм и Фейсбук, и ВКонтакте. В общем, все, что вам интересно, мы выкладываем регулярно и, конечно, обращаем ваше внимание на наши новинки. Я буду рада видеть вас всех, дорогие мои, на нашем февральском вебинаре, посвященном новинкам издательства. И очень надеюсь, что вы придете в этом же составе, еще и приведете друзей. И мы посмотрим, какие классные книги выходят каждый месяц в издательстве Директ Медиа. Спасибо вам всем за внимание. Хорошего вам дня, трудовой недели. До встречи! Продолжение следует...